И всем привет, ребят! С вами Сорваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен довольно-таки неожиданному, негаданному аккаунту, который лежит пыли и цены, который я давным-давно не заходил. Это TeamPointer Suite. Это тот аккаунт, который был связан с началом создания данного канала и был посвящен одной интереснейшей рубрике без доната. Многие мне на стримах довольно-таки часто пишут там не хочешь поснимать без доната, где без доната, что-то там только с донатом можешь, без доната ты ничего не можешь. И все в этом духе. Ну и я, конечно, хоть и говорю, что это неактуально и не... ну уже неиграбельно, ну даже не то, что неиграбельно, не смотрибельно, наверное, со стороны Танкового Ютуба, решил все-таки поэкспериментировать и записать подобного рода видос в надежде, что это, может быть, как-то вам зайдет, будет интересно. Ну и если это так, если вы хотите в дальнейшем видеть видеоролики с данным аккаунтом, с бездонатом, без никаких вложений, да, у меня, ну, чистейший был аккаунт, который был создан именно с созданием данного канала, поэтому всю хронологию прокачки этого аккаунта можно вообще на канале просмотреть при желании и все найти. Видосы по аккаунту и все прочее. То поддерживайте данный видер, набирается 150 лайков, если это так, если вам это интересно, то выходит следующий видос по бездонату. Ну а сегодня я пробегусь, сыграю пару боев, я думаю, что попытаюсь выполнить заданки успеть, ну и познакомлю вас с этим аккаунтом для тех ребят, которые не знают его, которые не знают, что здесь вообще есть по вооружению, по гаражу, да, ну и потом уже, извиняюсь, в матчмейкинге все это дело рассмотрим и посмотрим, насколько жестко можно нагибать на майорчике на подобном аккаунте. Что касаемо гаража, то здесь есть один-единственный корпус МК-7, это диктатор, который прокачан на 4 шажка, кристаллов, как видите, нету, соответственно, прокачивать у меня пока возможности никакой нету. Дальше, да, из пушек Фриз МК-7, Жига МК-6 на 7 шагов, то есть почти МК-7, Твинс МК-6 на 5 шагов, Смака МК-6, Гром МК-7 на 7 шагов, то есть дико Гром здесь прокачан больше всего. Все вооружения, которые были куплены на этом аккаунте, это комплекты, ну и, соответственно, с этими всеми комплектами у меня дополнительно имеются Ризи из Пижига, Фриз, Изида, Молот тут, конечно, не качаные, это были какие-то краски, которые в дальнейшем перешли в модули. Твинс, Смака, то есть, ну вот вообще из модулей здесь много чего есть интересного, но из того, что играбельно, то у меня, в принципе, и одеты, это Гром, Рельса и Жига, три таких вот модуля, посмотрим, насколько они будут актуальны, по процентам, то здесь он не МК-5, соответственно, по 25 имеется, прокачанный по одному шагу, соответственно, 26 процентов. Не сказать, что жестко, но, в принципе, для подобного звания, я думаю, что это очень неплохой. Что касаемо дрона, здесь тоже он имеется, штурмовик, который был, 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 если не ошибаюсь, выбран за какой-то, какой-то турнир, но будем считать, как будто у меня его нету, да, будем считать, как будто его у меня нету, и, ну, то есть, как бы здесь не было никаких купленных ни челленджей, ничего прочего. Нулячий, чистейший аккаунт, который был прокачан непосредственно на видосах и на стримах в начале развития моей, можно так сказать, ютуберской, нагибаторской деятельности. Ну и сейчас я ежедневно на четырех аккаунтах, и этот аккаунт включая, забираю контейнеры и уже накопил 50 штук, поэтому в дальнейшем, если вам интересен данный аккаунт, то я думаю, что можно будет на изи-каточке все это дело приоткрыть. Что касаемо заданий, у меня сегодня осада штурм, ну и 2000 очков в боях, поэтому начнем с осады, скатаем одну катку там, одну там, посмотрим, выполню ли я хотя бы одну из заданок, если выполню, то будет круто, а если не выполню, ну, значит, я ботяра, который не умеет играть в нашу игру, но два боечка, я думаю, что сыграем, заодно посмотрим, что вообще в матчмейкинге происходит на данных званиях, куда подпикивает, с кем здесь все это дело происходит. Ну и по звонкам я вижу, что, ну, примерно, примерно равное что-то забросило, да, поэтому шансы, наверное, есть постараться здесь 70 тысяч набить. Я думаю, что без особых проблем можно попробовать пореспить. Вооружение хорошее, качанное, под половиночку дико громчик, да, МК-7, посмотрим, что вообще гром из себя представляет. Резистов, я думаю, что особо не должно быть на подобных званиях. Значит, есть огромные шансы у меня здесь и выполнить заданку, ну и пофармить, пофармить довольно-таки жестко, жестко. Поэтому кидаем урон, кидаем урон. Есть уже овердрайвик на центре. К сожалению, я его, конечно, не забираю. Так, точку у нас забирают. Это не есть хорошо, но я думаю, что такие катки довольно легко можно камбэкать, без особых проблем. Все, что мне нужно, это, ну, по возможности, какую-то позицию более выгодную занимать. И уже после нее, после отыгровки этой позиции, уже будет больше все получаться. Копперы тоже присутствуют на таких званиях. Соответственно, ну, может быть, немножечко-немножечко потяжелее. Но, в общем и целом, я думаю, что не особо должно быть здесь что-либо проблематично. Урон выходит по полторушке. Я считаю, что это очень шикарный урон. Для подобных званий, да, по полторушке кидать. Ну, жестко, жестко. Один скиллов у меня уже есть, буквально за 2 минуты. При том, что нету никаких дронов. А в дальнейшем, я думаю, что здесь можно было бы условного бустера выкачать. Купить, выкачать. Ну, и нужно, конечно, заниматься прокачкой вооружения. При том раскладе, что сейчас такого вооружения невозможно купить на подобном звании. Да, ты не можешь купить МК-7. И на тот период времени, когда выходили комплекты, это можно было сделать довольно-таки легко. Сейчас ты просто-напросто, ну, не можешь себе позволить выкачать подобное вооружение на таком звании. Вот, например, генерал-лейтенант у нас с 5700 ГС. То есть, он МК-6, скорее всего, на половинку качанный, да. То есть, у него даже МК-7 нету на генерал-лейтенанте. У меня на майоре полноценно МК-7 есть. То есть, это при желании можно на МК-7 еще и выкачать. Сделать вообще жесткую такую комбиночку. Ну и стараться, стараться разваливать. Разваливать и разваливать. Но мне надо кидать урон. Еще много урона. Дабы выполнить эту заданку. Мне бы вообще было бы неплохо вставить где-нибудь на респе у противника. Пытаться вкидывать как можно больше. Я не знаю, сколько мне тут надо. Вообще, в целом, дать килоб. Приблизительно, я думаю, что около 20. Около 20. Ну и диктатор, вы видите, тоже сейвит очень много расходки. О выборе корпуса на таких званиях. Вот видите. Например, диктатор довольно неплохо себя показывает. Исходя из того, что я, например, вот. Вчера на стриме проходил заданки. На мультах играл на хорьке. Хорек, ну, не сказать, что он эффективен, да. То есть, вот если я сейчас играю на диктаторе, то диктатор мне даже как-то, ну, кажется более актуальным, нежели тот самый хоречек. Ну, викинг был бы тоже, наверное, неплох. Но диктатор сейвит расходку. Да. То есть, в этом плане очень неплохо. И довольно-таки выгодно. Довольно-таки выгодно использовать его. То есть, ты можешь вот так вот просто прожать. У тебя расходка плюсом, аптечка плюсом. И дальше живешь на вражеском респе. Если даешь много киллов, то Uber Drive тоже быстро копится. Соответственно, ты вообще ничего не теряешь. Ну, еще и стараешься жить на респе. Плюс подбор дропа. Очень выгодно. Очень выгодно получается в итоге. Поэтому давайте стараться. 600 очков. 600. Здесь вообще до 1000 можно долететь. Было бы. Противник захватил точку. Это не есть хорошо. Но я пришел за очками. За очками. За очками. Соответственно, мне в принципе, ну, не совсем интересно. Не совсем интересно. То... Ну, наверное, неправильно так говорить, конечно. Победа всегда нужна. Но я больше надеюсь на то, что мои тиммейты смогут ее сами потянуть. Хаточку. А я уже в дальнейшем просто буду играть на накидку. Довольно-таки жесткую урон. Сейчас бы, конечно, мне бы овердрайв очень сильно не помешал. Лахтерва. Добавку делаем. Еще добавки. Хорошо. Добавляем. Кто-то дает пробитие. 700 очков. 36 килов. У меня на подобном звании. Да. И это, ну, явно не предел. Здесь можно и 50 давать. Может даже больше, чем 50. Но выглядит круто. Выглядит круто определенно. Нет, там еще одна заданка в штурме на кристаллы. Вроде 800. Вроде 800. И посмотрим, сумею ли я 800 получить или не сумею. Если сумею, будет жестко. Так, точку мы захватили. 815. Может, еще попробовать дать. Успею, интересно. 30 секунд. Нет. Ну, за 30 секунд скорее всего нет. Не получится. Но обидно. Обидно. Если не получится. 40 килов. 40. 835 очков. 17 секунд до конца. Очень хороший результат. С тем счетом, что я, ну, даже не думал, что у меня получится что-то подобное. И определенно, если сравнить вот вчерашнюю Хорна Торельсу, на которой я играл, с вот этим вооружением, то я вам могу сказать, что Диктатора Грома себя показывает куда больше и куда лучше, и куда жестче. Да, за такой бой мы 2000 опыта зарабатываем. 1300 кристаллов для Майора без дополнительных иксов, без премки. То есть с премкой я бы получил бы сейчас за этот бой 2600. А на дополнительном иксе с премкой я бы получил бы 5200. Это очень хороший результат. Прям очень хороший. И мне, ну, что-то, что-то, что-то начинает даже нравиться. Нравится. Штурмик. Давайте попробуем оформить катку там. И мне надо 800 кристаллов. То есть сейчас я получил... Сколько? Получил 1000 с копейками. Да, получается? То есть, ну, можно попробовать 800 очку оформить. Ну, это надо где-то порядка 600, наверное, очков набить. Если у меня удастся это сделать, то будет очень круто. Не удастся. Ну, значит. Печаль, беда, обида. Тоска, грусть. Но, как-то так. За деф. Штурм за деф. Возможности есть. Определенно возможности есть. Попробуем отправиться на давление. Ну, и там уже от накидочки сыграть. Посмотрим, что вообще по вооружениям здесь у противника. По ГСочке где-то около 5. Соответственно, это мне говорит о том, что здесь МК-6, наверное, это предел. Да, МК-6 это предел. Ну, и мне было бы неплохо, наверное, играть здесь с контролем ДДшек. Да, то есть, если здесь дроповые ДДшки. И мне вот от них самое, наверное, выгодное играть. Если я здесь буду их контролить, то в дальнейшем, я думаю, что мне это будет выгодно. Но, не нужно было здесь, конечно, уходить на рез. Не доиграл чуть-чуть эпизод. Но, ладно. Окей, хорошо. Минута прошла впустую практически. Страйкер пока что меня довольно жестко контрит. Но, здесь, конечно, за счет Диктатора, за счет раскачки тоже можно выиграть подобные эпизоды. Вверх-низом просто отработать очень легко. И довольно-таки выгодно. На грамме критических уронов практически нету. Но, я думаю, что это не особая проблема. Для пушки, которая, ну, дает очень хороший дэмэдж. Плюс сплэш-урон, который не пофикшен, в отличие от некоторых пушек после обновления с критом. Соответственно, ваш гром может все так же жестко давать эту накидочку. Ну, и в дальнейшем, я думаю, что фармить, фармить и еще раз фармить. Да. ХП мало. Желательно не подставиться сейчас под рельсу. Покидать по ней побольше урона. Если здесь попаду хорошо, раз, за счет раскачечки. Здесь можно тоже по вас пику дать. Раз, два, три. Ноль урона все равно. Чуть-чуть поторопился. Здесь от домика можно дать, ой, от стеночки дать, 800. Ну, и вот еще, кстати, голд падает. Голд это тоже очень неплохо. Еще бы я знал, где он падает. Было бы великолепно. Диктатор как раз тот корпус, на котором, я думаю, что золотой ящичек можно на изи-каточке забрать. ХП, правда, у меня нету. И все тот же страйкер меня респит. Обидно. Досадно. Ну, ладно. Ладно. Ничего страшного. Можно было забрать. Хорошую легенькую тысячечку. Но, к сожалению, я ее не взял. И было бы неплохо мне, наверное, на дикие здесь чуть более грамотно овердрайвы раздавать. Да, может даже чуть больше от сейва сыграть. За счет того, что противник пытается тянуть катку. Гаус сводится. Ладно, сводка у меня не сработает. Но не есть хорошо, что я играю открыто. И они доставляют. Мне, наверное, больше стоит здесь посейвить. Посейвить, как-то поаккуратничать. И за счет этих сейвов в дальнейшем пораздавать оверы, чтобы подфармить дополнительные очки. Если я хочу здесь заработать 800, да, то есть, ну, мне надо здесь сыграть максимально как-то аккуратно, грамотно. Бомбочка, это, конечно, круто, но таким меня, конечно, не забайтишь. Я быстрее уничтожу, а потом уже, уйдя на резки, вместе с бомбой, отрезклюсь. Ну и постараюсь реализовать дальше. Прожмем овердрайв, дабы расходку не прожимать. Бомбочка еще одна от противника. Сейвимся за стенкой. Ну и пытаемся докинуть по типам. Здесь главное сейчас уже не давать доставки легкие делать. Если будем давать доставки легкие делать, то... Может, все закончится очень плохо. Очень плохо. Здесь овердрайв. Здесь овердрайв, который мне не хочет сейвить мультимейт. Это очень плохо. Потому что я мог его раздать. Ему. И всей команде. Было бы это выгодно. Не только ему одному. Так, эта жадность приводит к тому, что он его прожимает. Ну ладно, хотя бы 2 кила дает. Это уже неплохо. Лайд овердрайв прожмет. На таком звании пассажир какой-то. С нулем киллов. Без шансов вообще никаких. Это, конечно, смотрится максимально убого. Тут хотя бы чел хоть что-то сумел реализовать. Ну и вот такой овердрайвик хотя бы тоже можно дать. Неплохая пока накидка идет. 2 минуты остается. У меня всего лишь 300 очков. И это все... Скорее всего приведет к тому, что я не заберу здесь 800-ку и не выполню вторую заданку. Это будет печалька, тоска, грусть. Но... Но это будет антешечка. По крайней мере, если я 500 здесь дам. По крайней мере, 500. Я думаю, что реально 500 дать. Вот неплохо еще бы вот этого васпика треснуть. Отлично. Ну, страйкер попался довольно-таки жесткий, если честно. Старается, старается, пытается накидки организовывать. Довольно-таки неприятно. И даже я бы сказал... Ой-ой-ой-ой-ой, до шарика я бы хотел бы здесь хп-шики получить, но почему-то не дотянулся. Возможно, от прокачки тоже зависит длина приемки шарика овердрайва. Так, арест дал в себя, поэтому есть шанс, наверное, таки... А, у меня вообще сейчас овер будет. Мне было бы неплохо сейчас овердрайв какой-нибудь хороший раздать. Ну, хотя бы вот так вот, да? Хотя бы на двоих. Хотя бы дополнительно 30 очков, да? Если я не ошибаюсь. Получить. Ну, и здесь еще пара килов дать. Еще один овер есть! Отлично. Можно подобрать его. И... Хорошо бы еще бы тоже дать его. На пару тиммейтов хотя бы. Хотя бы на пару тиммейтов. Есть, к слову, они. Но разъезжаются, ребятки. Ладно, посейвлю, короче, овер до конца. В надежде, что хотя бы кто-то подъедет. Я в дальнейшем дам хоть... Ну, хоть такой, да? Хоть на двоих овер. Хоть на двоих овер. И... Ой, чуть было я сейчас не просрал. Очень легкий флаг. Ну, ладно. 15 секунд. Можно попробовать еще пару килов. Дать. Один есть. Сейчас второй докину. Надеюсь, докину второй. Нет, не докинул. По страйкеру. Докину 3 секунды. Есть шанс. Най. Ну, ладно. Не кил. Кристаллов сколько? 720. Но, к сожалению, к сожалению, чуть-чуть не дотягиваю. Вот, ну, пятьсоточка, да. Пятьсоточка бы мне хватило, наверное. Может, 502. Та, 520. То есть, пару овердрайвов бы хороших поражал бы. Может, где-то дополнительно пару килов дал бы. Получилось бы две заданки выполнить за подобный видеоролик. Но, к сожалению, это только одна заданка. Ну, и вторая почти выполненная. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, если вы ждете новых видосов, посвященных бездонату, то этому аккаунту много чего интересного можно придумать. И показать, что лучше прокачивать, как прокачивать, чем лучше заниматься бездоната в танках. На прокачке вообще аккаунта, да. То есть, на средних званиях, да. На уже дальнейших, да. То есть, и следить за всем этим ходом событий. Может, даже если это вам реально зайдет, то на стримах что-нибудь буду показывать, рассказывать. Но здесь целиком и полностью все зависит от вашей активности. Если вам это интересно, пишите по этому поводу в комментариях, прожимайте лайки на стрим. Ну, и если вдруг не подписаны до сих пор на канал, то обязательно тоже подписывайтесь. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.